Гепаргин – джерело аминокислот для восстановления сил и энергии. Это эти суперважные события. Лидер партии Хизбалла, с арабского языка это переводится как «Партия Аллаха». Это такая экстремистская террористическая организация, действующая в Ливане. В основном в ней состоят шииты. Так вот, ее лидер – шейх Хасан Наср-Алла. Имя звучит не очень, так сказать, прилично для нашего уха, но Наср – это по-арабски «Победа», а Алла – это Аллах, поэтому «Победа Аллаха» его имя переводится. Так вот, он собирается сегодня выступить с важной речью по поводу ситуации в регионе. То есть даже не столько в Ливане, не столько в его стране, сколько в целом, так сказать, на Ближнем Востоке. Я вот этот ролик, который вы сейчас видите, записываю примерно за два часа до эфира, поэтому, возможно, шейх Хасан Наср-Алла уже выступил, поскольку вчера он выдвинул Израилю ультиматум. Либо до 15 часов местного времени, а оно, по-моему, совпадает с украинским, израильская армия завершает наземную операцию в секторе Газа, либо у Израиля начнутся большие проблемы на северной границе, там, где Израиль граничит, собственно, с Ливаном, там, где к Израилю примыкают земли, контролируемые Хасбаллой и Наср-Аллой. Поэтому у меня, так сказать, в прошлом, где сейчас я нахожусь, война пока не началась против Ливана, израильско-ливанская война. Но вот когда вы меня смотрите, то есть для меня это уже будущее, вполне возможно, что Израиль уже, на Израиль уже обрушили сотни ракет Хасбаллы, а израильская авиация бомбит объекты, собственно, Хасбаллы и аэропорт Бейрута. Кстати, Израиль всегда в случае каких-либо обострений с Ливаном, с Хасбаллой бомбит аэропорт Бейрута. Я там был как-то в этом аэропорту в году в 10-м, по-моему, и спрашивал у местных людей, а что это у вас тут, типа, все так разбито в этом аэропорту? А мне местные отвечают, что это с прошлой войны еще осталось. Я спрашиваю, а что же вы не восстановите все это? А он говорит, да наверняка сейчас опять какая-то война начнется, опять все разрушат, разрушат, поэтому, типа, зачем мучаться, все равно все разбомбят. Так и живут в перманентно рабобленном аэропорту, у них вот так оттуда летают самолеты. Но это так, отступление. Израиль свою войну против палестинцев в секторе газа точно не остановит. Чуть ниже скажу, почему этого не будет. Поэтому шейху Насрале придется, если не сегодня, то уже в каком-то скором времени, все-таки объявлять Израилю войну, иначе он будет выглядеть совсем уж нелепо в глазах других арабов и мусульман, в первую очередь. Ну и вариантов у Насрале на самом деле не так уж и много, потому что он, жизнь и деятельность его организации, ХСБЛ, в общем полностью зависит от финансирования и поставок оружия из Исламской республики Иран, главного швидского государства на нашей планете. А Иран уже активировал всех своих шестерок в регионе. От мелких групп террористических в Ираке до целого государства хуситов в Йемене. Это государство официально объявило войну Израилю тут на днях. Поэтому Иран, скорее всего, будет активировать и своих главных союзников, собственно, ХСБЛ. Вообще говоря, в Тегеране сейчас большие проблемы, потому что очень переживают иранцы насчет того, что один из ценнейших их активов во всем Ближневосточном регионе, а именно движение Хамас усилиями израильской армии, очень скоро просто перестанет существовать. На спасение этого актива сейчас иранцы бросают все свои силы, включая, видимо, и ХСБЛ, главную ударную силу иранцев вблизи израильских границ. И, на самом деле, наиболее боеспособную, хорошо оснащенную и боеспособную армию. ХСБЛ действительно очень мощная военная, в первую очередь, организация. На самом деле, ХСБЛ с 2011 года постоянно участвует в боевых действиях на территории соседней Сирии. Там ХСБЛ поддерживает режим Башара Асада. У боевиков ХСБЛ из-за этого очень много боевого опыта. Это не какие-то там безумные, просто обдолбанные фанатики с автоматами. Нет, это очень хорошо подготовленные боевики с структурой, с организацией, с боевым опытом, с пониманием, что нужно делать, в какой ситуации и так далее. То есть, это очень серьезная военная сила. В плане оружия у них тоже все достаточно неплохо. У них есть иранские дроны любых типов и направлений, включая Шахеда, нам печально известные. Есть у них достаточно современные гранатометы, есть огнеметы, есть ракеты, причем даже довольно дальнобойные ракеты, добивающие от Ливана до Тель-Авива. У них есть системы радиоэлектронной борьбы. Про автоматы пулемета я молчу, этого естественно навалом. У них понастроено в Южном Ливане много очень сложных систем укреплений, со складами подземными, с бункерами, со всеми прочими делами. И вот сегодня я видел, телеканал CNN объявил, что Сирия, соседняя с Ливаном Сирия, передала движению Хезбалла системы противовоздушной обороны СА-22. Это, насколько я понимаю, натовское обозначение панциря. То есть, это КАМАЗ с пушками и с ракетами среднего радиуса действия противовоздушными. То есть, Хезбалла это довольно грозный противник. Это не надо тут смеяться и шутить, особенно над именем ее, так сказать, лидера. Это очень серьезная, очень неприятная организация. В последний раз она воевала с Израилем, ну на моей памяти, в 2006 году. Была серьезная война, несколько месяцев она длилась. Ну и, скажем так, Хезбалла в той войне явно не проиграла. Да, понесла какие-то потери определенные, побомбили ее позиции и так далее. Но, в общем, Израиль в ходе той войны 2006 года ни одной из поставленных перед ним задач достичь не смог. А вот Хезбалла смогла. То есть, они тогда украли двух израильских военнослужащих и обменяли их там на своих каких-то лидеров. Причем даже не самих военнослужащих обменяли израильских, а только их тела, потому что в этом случае погибли. На мой взгляд, в общем, можно говорить о том, что в 2006 году Хезбалла победила. И вы знаете, сразу после завершения этой войны в Ливане все радовались, в день просто завершения, а в Израиле никто не радовался. Я очень хорошо помню. Когда вы видите, кто радуется на улицах, тот, собственно, и победил в войне. Израильтяне пытались себя убедить тогда в том, что они победили, но радости у них никакой не было по поводу завершения. Они, в общем, все понимали, что никаких особенных целей Израиль тогда не добился. Поэтому вполне вероятное вступление Хезбаллы в эту войну сделает ситуацию для Израиля, конечно, намного сложнее, чем сейчас. Прямо в несколько раз, наверное, сложнее, чем сейчас. Почему? Потому что Хезбалла это же не просто организация ливанская. Туда моментально ринутся на борьбу против Израиля шиитские боевики из Ирака, Ирана, может быть, каких-то других стран. Кроме того, кто знает, может, туда подъедут боевики, исламисты из суннитских государств. Конечно, шиитов сунниты ненавидят, считают их грязными, недостойными и всякое такое. Но сионистов, как они выражаются, они же ненавидят еще сильнее. Поэтому я вполне допускаю, что туда поедут и какие-то там исламисты, террористы из других арабских стран просто ради того, чтобы поучаствовать в войне против Израиля. Израиль они ненавидят сильнее любой другой страны на свете, даже сильнее, чем Америку. Пока, конечно, об этом рано говорить на данный момент. Но, в принципе, на северной границе Израиля вполне может сложиться настоящий террористический интернационал. То есть, на самом деле, я уверен, что там будут люди из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана. Это как минимум. А дальше уже, как говорится, как сложится. Но вот эти четыре государства практически точно будут представлены в боях против израилетян. Ну и почему важно и почему опасно присутствие боевиков, исламистов из других стран? Дело в том, что, во-первых, их много. Их реально много. После последних десятилетий, где Америка вела войну с террором просто по всему миру, исламистов наплодилось очень много везде. И они от суперрадикальных до мегарадикальных и каких угодно. И все они сейчас, ну, плюс-минус сидят без дела. И, конечно, хотели бы руки чешутся. У них там чем-то таким заняться серьезным и важным. Плюс у них у всех за последние, опять же, десятилетия появилась серьезная военная экспертиза. То есть, они стали, в каком-то смысле, профессионалами своего дела. Людей, ненавидящих Израиль, по всему миру, опять же, довольно много. Явное тому доказательство, это вот события последних недель, где антиизраильские выступления были, блин, от Гарвардского университета и до Махачкалинского аэропорта. Везде все дружно выходили с плакатами и кое-где еще и с какими-то бейсбольными битами демонстрировать свою нелюбовь к Израилю. То есть, закаленные в боях по всему миру и идеологически заряженные исламисты, это, конечно, не самый удобный противник, это надо признать. Но при всем при этом, Израиль никак не может остановить свою операцию в секторе Газа против боевиков террористического движения Хамас. Без проведения этой операции, Израиль просто разуверится сам в себе. Он потеряет уважение просто к себе самому, народ потеряет и армия потеряет. Поэтому нет, они обязательно должны не только провести эту операцию, но и закончить ее полной безоговорочной победой. Иначе быть не может, иначе просто опасно будет для Израиля. Вчера я делал на канале у себя подробный ролик на эту тему, там я описал наиболее вероятный план действий Израиля, если кому интересно, посмотрите. Но главный пункт этого плана, финальная, так сказать, строка плана этого, это выселение всех арабов из сектора Газа и аннексия, то есть включение сектора Газа в состав Израиля в качестве обычной территории. И сейчас, если вы посмотрите на карту введения боевых действий, армия обороны Израиля, Цахал, уверенно идет к выполнению этой миссии, и ничто, ничем, никак не может ему помешать. То есть город Газа, например, где сконцентрирован там процентов 70 боевиков Хамаса, он уже полностью окружен израильской армией, выбраться оттуда живым ни один боевик не сумеет. Я знаю, что сейчас некоторые люди считают, что у Израиля либо нет планов аннексии Газы, либо если бы такие планы были, то осуществить их было бы супер непросто, по целому вороху причин, типа там воли нет, решимости, и международное сообщество осудит, всякое такое. Но на самом деле мне все-таки представляется, что нет, это не так, что у Израиля и воли, и решимости хватит, и на мнение международного сообщества Израиль наплюет. Почему? Потому что вот буквально сегодня я увидел очень интересное выступление Галит Дистел от Барян. Это, если кто не знает, я вот не знал, например, депутат израильского Кнессета парламента, а заодно и министр информации от правящей партии Ликута. То есть это действующий министр, действующий член парламента от правящей партии. В твиттере эта женщина написала длинный пост, в котором рассказала, что в Кнессете им показали видеоролики убийства евреев, совершенные боевиками. То есть боевики, когда 7 октября сделали свой набег на Израиль, они не просто убивали людей, они это все снимали на видео. И она пишет, министр это пишет, что после просмотра у нее там буквально кровь вскипела, она была в страшном негодовании и написала в твиттере у себя на иврите. Там предыстория, а потом, значит, вывод такой. Эти чудовища нас ненавидят. И дальше она дает совет. Ненавидьте врага, ненавидьте этих чудовищ. Любые проявления внутренних разногласий в Израиле имеется в виду, это ужасно глупая, безумная трата энергии. Вложите эту энергию в одно дело, двоеточие. Стирание всей газы с лица земли. Монстры из газа побегут к южной стене и попытаются проникнуть на территорию Египта. Или они умрут. И запомните это. Газу следует аннигилировать. А огонь и дым должны обрушиться на головы нацистов в Иудее и Самарии. Иудеи и Самарии в Израиле принято называть западный берег реки Иордан. То есть, видите, и на западном береге реки Иордан у нее тоже довольно-таки серьезные планы. А Аарон, она пишет, Аарон это тоже еврей, который потрясет землю этого мира. Я не знаю, что имеется в виду. Я не настолько хорошо знаю Танах. Или, видимо, из какого-то религиозного текста идет обращение. Но, возможно, имеется в виду, что даже добрые евреи, глядя на все произошедшее, должны стать злыми. Потому что Аарон считается в иудаизме таким, типа, добрым, мягким, хорошим человеком. И она пишет, нам сейчас нужна жестокая и мстительная армия. Что-то меньшее было бы аморальным, просто аморальным. Ну, у меня, может быть, перевод не идеальный с иврита. Но, в общем, я так понимаю, что действующий министр настроен довольно решительно, если вообще не сказать кровожадно. Это не маргинал какой-то, это не городской сумасшедший. Это полноценный настоящий министр действующего правительства Израиля. Ее публичное выступление на данную тему, в общем, меня только убедило в том, что судьба сектора газа уже решена. Сектор газа, как политическое территориальное образование, будет уничтожен. Он, границы его будут стерты, и население его будет отправлено жить в Египет. Другого будущего не может быть, с моей точки зрения, у сектора газа. Египет, конечно, в лице своего диктатора, фельдмаршала Ассиси, может протестовать, да и будет протестовать, конечно, ему не нужно вообще, даром не нужно эти 2 миллиона палестинцев на своей территории. Но, на самом деле, я думаю, найдется у западного мира, в первую очередь у американцев, способ убедить Ассиси в том, что потерпи чуть-чуть беженцев, ничего страшного с тобой не случится. Потому что ему уже пообещали списание нескольких десятков миллиардов долларов долгов, которые Египет должен за какие-то там поставки Всемирному банку и Международному валютному фонду и что-то еще такое. Кроме того, ему пообещали новые поставки американского оружия. Если, конечно, он не будет упираться и, так сказать, спокойно пустит 2 миллиона палестинцев на свою территорию. Вариантов, опять же, у Ассиси особо нет, потому что он продажный диктатор, если назвать вещи своими именами. Больше всего на свете он любит власть и пользоваться этой властью. Поэтому, как он захочет, так и будет все в его стране. Народ египетский, там, конечно, народ тоже не очень хочет принимать на своей территории 2 миллиона палестинцев, но народ никто спрашивать не будет. Египет это диктатура. Диктаторы любят власть, а власть это практически равно деньги и оружие. Вот, собственно, американцы ему деньги и оружие предлагают взамен на то, что он согласится принять у себя 2 миллиона палестинцев. Вопрос, на мой взгляд, уже этот практически решен. Почему? Потому что если Ассиси откажется от денег и оружия, то жители Газа, вот эти 2 миллиона палестинцев из Газа, ну, перейдут границу и зайдут на территорию Египта абсолютно бесплатно. То есть, все равно им деваться некуда, потому что в Газе Израиль сейчас создает такие условия, жить там просто невозможно будет. Просто вот Израиль решил, что все, здесь никто жить не будет в ближайшее время, все, все до свидания, все на выход. Израиль создает такие условия, что там действительно невозможно будет жить, и этим людям, если они захотят умереть, а вряд ли найдется 2 миллиона желающих умереть так просто сразу, им придется куда-то уходить. Уходить они могут только в Египет, просто по географическим причинам больше некуда. Поэтому, я думаю, Сиси просто сейчас торгуется, то есть он хочет побольше денег и побольше оружия получить за свое гостеприимство, и, я думаю, американцы ему щедро оцепят и того и другого. Ну и, естественно, Сиси совершенно не устроит, если вместо денег и оружия он получит этих палестинцев абсолютно бесплатно. Но надо признать, что и на этом направлении, на египетском направлении, что-то может пойти не по плану, и граница сектора Газа с Египтом может превратиться в еще один фронт арабо-израильской войны, на который туда-то уж точно ломанутся исламисты со всего мира. Почему? Потому что в Ливане, а большинство исламистов это сунниты, так вот в Ливане вместе с шиитами, бок о бок, им воевать, извините, западло. То есть вот, ну и не любят они шиитов прям очень сильно. А в Египте сунниты, такие же братья сунниты, то есть все нормально, воюя сколько хочешь, никаких проблем, этического, религиозного свойства не будет возникать у желающих повоевать там, исламистов и террористов. Но на данный момент я все равно не вижу такой возможности. Почему? Потому что египтяне, во главе с фельдмаршалом Ассиси, уже пригнали даже американские танки Абрамс на границу с Израилем. И вовсе не для того, чтобы отбиваться от Израиля, а для того, чтобы попытаться хотя бы удержать ситуацию на границе под контролем. Я думаю, если они и будут стрелять в кого-то, то это не в израилетян, а в тех, кто либо будет бежать из сектора газа с оружием в руках, либо тех, кто будет пытаться, наоборот, проникнуть в сектор газа тоже с оружием. Вообще, надо сказать, что в мире сейчас наблюдается очень большое расхождение между пожеланиями жителей и пожеланиями правителей арабских и мусульманских стран. Жители, как правило, хотя они везде, естественно, в основном довольно бедные, если не сказать нищие, страшные, идеологизированные, очень религиозные, и все они, почти все, рвутся на защиту палестинцев, хотят воевать, хотят уничтожать врага, освобождать, как они говорят, Иерусалим, и, естественно, уничтожать евреев, куда же без этого, это у них, так сказать, одно из главных пожеланий, к сожалению. Власти же, продажные, коррумпированные диктаторы, ведут себя, конечно, намного более осмотрительно и не хотят открыто враждовать с Израилем и Америкой. Даже Иран, если вы обратите внимание, ведет себя достаточно смирно сейчас, войну Израилю не объявляет, ну да, помогает каким-то там боевикам, там и сям, активирует их, но сам на драку не лезет, пытается избежать. Ну или вот еще один такой замечательный пример, российский Дагестан, да и вообще шире весь Северный Кавказ. Местное население там устроило, ну, настоящую серию настоящих еврейских погромов, потому что то, что было в аэропорту Махчикалы, это был лишь один из эпизодов, там еще поджигали еврейский культурный центр в Кабардино-Балкарии, какие-то митинги были в Хасавюрте, это другое дагестанское селение, потом еще где-то в Адыгее, по-моему, были какие-то выступления антиеврейские, ну и так далее. И это все прошло, продолжалось, ну, такие народные, так сказать, выступления, пока из Москвы не пришла команда все это дело прекратить. Хотя Москва, на самом деле, сама разжигала антиизраильские и антисемитские настроения последние три недели с начала очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ну и надо сказать, что во многом постарались в разжигании этой всякой ненависти антиизраильской и антисемитской лидеры мнений на Северном Кавказе. А лидеры мнений там, как вы понимаете, в основном это не художники и театральные режиссеры, а бойцы без правил, то, что называется ММА, которые, в общем, бои без правил стали главным российским спортом за годы правления Владимира Путина. И теперь бойцы основные стали моральными авторитетами для многих жителей, в основном на Северном Кавказе. И вот ряд кавказских бойцов громко, причем так заметно, громко выступил в поддержку палестинцев во всем этом конфликте. Некоторые из этих бойцов, россиян, выходцев Северного Кавказа, даже изъявили желание поехать на войну против Израиля. Однако выяснилось, что в Израиле есть и свои бойцы ММА, которые, ну, прям, скажем, ждут оппонентов и готовы их принять не очень распростертыми объятиями. Израильский боец ММА, в миру он полицейский, по имени Хаим Газали прославился немножко тут. Он попал резервистом в армию, защищая свою страну, он попал, видимо, в артиллерию, потому что там он воспользовался случаем, чтобы передать пламенный во всех смыслах привет своим оппонентам, российским оппонентам-мусульманам. Он написал для них послание на снаряде, который затем был запущен по сектору Газу. Послание это гласит следующее. Бойцы UFC, это, видимо, какая-то лига этих самых ММА или что-то такое. Короче, бойцы UFC, которые поддерживают террористов, это для вас, ну, имеется в виду этот снаряд. И написал имена россиян, которых, собственно, он считает пособниками палестинских террористов. Там были имена Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев и Белал Мухаммад. Я этих джентльменов не знаю. Если произнес имена или фамилии с ошибками или неправильно поставил ударение, прошу меня извинить. Я не большой фанат спорта, которым они занимаются. Но в любом случае мы вот видим на этом примере, что дружба российского и израильского народа растет и крепнет просто прям-таки взрывообразно. В Дагестане, насколько я понял, привет от Хаима Газали, вот этого израильского полицейского, не очень оценили. И теперь там еще сильнее хотят сделать что-то нехорошее и с ним персонально, а заодно и с другими евреями. Поэтому, знаете, я лично не удивлюсь, если какие-то горячие любители боев без правил Северного Кавказа через некоторое время действительно окажутся на одном из фронтов войны против Израиля. Потому что эти люди явно очень недовольны последними событиями и явно просятся на фронт. Плюс, надо сказать, война против Украины у этих людей, жителей Северного Кавказа, вообще никогда не вызывала особенно каких-то эмоций. В Украину их никогда не тянуло и вообще она их никогда не интересовала. Я, кстати, думаю, что большинство из них вообще даже и не знали, что такая страна, как Украина, существует. А вот про Израиль, про Иерусалим, про палестинцев, про мечеть Алякса и про все такое прочее, связанное с этим, в местных, в дагестанских, в северокавказских, шире, религиозных школах, учат, ну, буквально всех и каждого. И, как вы понимаете, программа там выдержана не слишком дружелюбно по отношению к Израилю. В основном там речь идет о том, что Израиль неплохо было бы, значит, скинуть в море, а всех его жителей, ну, еще хуже что-нибудь с ними сделать. Такая политика вообще часто дает о себе знать в тех местах, где нет или почти нет евреев. Вот, например, в Йемене, насколько мне известно, евреев сейчас проживает ноль человек. Но при этом лозунг, официальный лозунг этой страны, точнее хуситов, которые там сейчас правят, на треть практически посвящен евреям. Там написано, прям на флаге написано, «Аллах велик, смерть Америки, смерть Израилю, проклятие иудеям и победа за исламом». Конец цитаты. Собственно, как видите, довольно много они внимания уделяют евреям, которых даже никогда не видели. То есть 99% хуситов никогда в жизни не видели евреев, но ненавидят их все равно очень сильно. Ну и в Дагестане, примерно, то же самое. Не у всех, конечно, не везде, но становится этого дела все больше и больше. Почему сейчас и ненависть в России охватывает все более широкие слои населения, и к чему это ведет уже прямо сейчас, давайте я расскажу в следующей части. Там начинаются прям серьезные межнациональные конфликты. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.